здравствуйте еще раз время близится к обеду мы немножечко out of расписание поэтому я буду краток надеюсь что основная дискуссия пройдет потом в том зале меня зовут рыжиков николай я сетевых самураи так как этой штукой перекликиваться вот в прошлом году на конференции посвященным и мк я обещал что в этом году мы привезем грэма и устроим конекта танца это сдан приятно когда обещание сбываются не всегда это получается но в этом случае все получилось садимов сюда и толку на еще рашин чиниз вот из это кей агил током рашни космосов расскажу немножечко историю то есть как с хелл самураи пришли fire how we got to the fire лет десять назад мы разрабатывали облачную и чар для штатов у нас была хорошая такая пассиона пассионарная команда мы все это делали в облаке web модные технологии как ruby on rails и когда вопрос касался технической составляющей мы всегда знали кого спросить вот например если вы сейчас кто разработчик в этом зале ху из инженер и когда у вас есть технический вопрос технику кущен воду еда что вы делаете можно выкрикивать с места и фазе снот и наф если прочитать спеку недостаточно и галджу я и галджу комьюнити вы идете в комьюнити у вас есть мейлинг лист какой-нибудь слаг чат и вы там можете спросить и галджу за конференцем дискасса также а и галджу за метап или вы идете на метап и спрашиваете ребят экспертов как это сделать правильно так ну вот что вы делаете когда вы разрабатываете хелл сайте системы ну честно кто разрабатывает холл сайте системы что вы делаете когда есть вопрос который вы не можете решить сами у нас не было контактов чтобы кого-то спросить мы начали мы много сделали до этого системы мы пришли в хелл сайте начали разрабатывать и вдруг возникла куча вопросов как и на них не было ответа yeah that's cool but in in our development mode we have a lot of we have open source community so a lot of people we can ask any technical questions yes and that's what fire exactly give us i'm just repeating the same so fire is a community fire в первую очередь это сообщество людей которым не безразлично как будет сделан хелл сайте именно поэтому я думаю что как бы fire и побеждает и победит всех потому что это дух open source а в мире хелл сайте когда мы начинали все делали какие-то свои системки все были закрыты какими-то границами и никто не хотел разговаривать сейчас мы когда приезжаем на коннектатон то сидят ребята из гугла из apple и из эпика и сёрнера а ай-ка динамейджин дэс со ай-ка конспеку из инженерс from this company сай-ка на экченч май экспириенс и на этой конференции мы сделали эту конференцию ради того чтобы вы тоже стали частью этого комьюнити как есть стать я очень легко и мы сейчас с вами проделал кого есть ноутбук с собой откройте пожалуйста подсоединитесь вот у нас есть chat.fire.org есть вот этот пустой канал русскоязычный можно на ноутбуке открыть эту ссылочку в новом табике есть кто-нибудь никого нет давайте открывайте ноутбук идите на сайт и регистрируйтесь пожалуйста прямо сейчас кто первый сейчас у паша откроет найдет русский к заходи туда и напиши в русском чате привет я здесь я и в тугин and this is the first step это первый шаг который вы можете сделать there are thousands of experts in this chat and you guys and you can ask any questions now pavlo will try to remember his password you can log in with google i think now давайте кто опередит павла зарегистрируется fire chat и напишет русский канал привет мы здесь мы подарим бесплатную подписку на и бокс на год давайте на фаербейс а там есть лупа такая сверху в каналах и и вы можете поискать и вы можете подписываться на канал и зулип чат ищите 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 вот эта часть эксперимента сейчас эксперимента сейчас мы кто-нибудь уже зарегался с телефона попробуйте но очень обязательно это сделайте прямо сегодня this is a treasure это действительно богатство там множество экспертов которые содрали бы с вас бешеные бабки за консультацию а там вы их можете спросить бесплатно как сделать это как замапить на fire какой-нибудь домен и так далее ладно павел давай не будем мучиться к сожалению ты не смог пройти этот квиз вот то есть fire community она материализуется во первых в этом чатике это самая быстрая коммуникация быстрое знакомство там очень много интересных дискуссий вы можете запускать свои если есть проблемы с тем как сформулировать это на английском пишите мне в русском канале и мы перебросим эти вопросы в английский основной канал там implementers да из лотов диска шин рамда файер сандарт вторая точка в которой материализуется файер комьюнити это коннектатоны и то что мы сейчас имеем это такой мини коннектатон и я вас призываю самое полезное произойдет происходит не на этой сцене самое полезное должно произойти в той комнате когда вы начнете общаться с грэмом с лойдом и с другими экспертами the most interesting stuff will happen there in the hall when you start discussing topics around the fire with the грэм лойд and other experts у нас специально для этого сделан open space и дискуссионная зона для грэма с лойдом подходите спрашивайте в open space и вы в чарте можете написать свой вопрос и время когда вы хотите обсудить и к вам присоединятся другие эксперты и вы это обсудить с другой стороны я устал ездить на коннектатоны i'm trying to go lonely to the fire connected so please join me the next will be as i understand in in baltimore please spend some money попросите своих руководителей потратить немножко денег пошлите своих архитекторов или ведущих разработчиков вместе со мной в балтимор очень интересный вопрос fire начинался как стандарт обмена информации и даже вопрос звучал в этом зале и до сих пор этот вопрос висит как бы бытует мнение как раз основное что fire нужен просто чтобы из одной системы передать данные в другую систему но все ли это мы думаем немножко иначе современный мир the modern world is changing so we have the the network of the system which is connected and this integration becoming essence мы живем в мире интернета где уже практически каждая система синтегрирована с множеством других у кого есть система которая ни с кем не синтегрирована stand alone есть также другая проблема которую вот испытывают большие организации есть такие законы по которым невозможно сделать взять и сделать монолитную большую систему которая будет хорошо себя вести на протяжении длительного времени кто-нибудь знает почему одна из ключевых причин это то что люди очень плохо скейлятся если вы читали the people where is bad in scale so we can scale up to 7 people самая эффективная команда разработчиков где-то до 7 человек и дальше драматически падает performance и поэтому большинство крупных организаций переключаются они дробят свою большую систему на много-много соединенных маленьких систем и выделяют команду со всеми компетенциями чтобы она могла могла разработан из 7 человек больше или меньше чтобы она могла разработать вот свой этот кусочек в режиме максимальной эффективности и если мы посмотрим под этой призмой то уже вот это взаимодействие становится не просто я с какой-то внешней системой синтегрировал а это становится уже важным требованием внутри такой системы которая состоит из других подсистем и это то что мы думаем мы верим в то что системы будущего которые должны быть построены таким распределенным образом и в этом случае fire становится уже основанием для этих систем тем общим языком на котором могут разговаривать эти подсистемы и это то что мы пытаемся делать мы немножко сделали шаг дальше мы используем fire не только для обмена информацией а мы используем его как основу для приложений we use it as an internal informational model as an internal API model мы используем fire внутри системы и мы с нашими клиентами пытаемся строить системы сразу с использованием fire многие поступают так они разработают некую внутреннюю модель и потом это все мапят на какой-нибудь там язык обмена но если кто-то это делал понимает насколько сложно разработать свою хорошую внутреннюю модель когда мы делали облачную HR мы переписали ее четыре раза мы допустили все возможные ошибки моделирования которые можно было допустить и здесь fire это сосредоточие какой-то мудрости и экспертизы которые есть которые вы можете взять for free and you could start from this model также у вас в руках присутствуют библиотеки различный тулинг тестовые сервера что позволяет вам быстрее начать и это то что мы пытаемся сделать мы пытаемся разработать fire платформу при помощи которой новые проекты могут стартоваться за неделю потому что базовая вещь уже готова базовая инфраструктура уже готова это то во что многие проекты вкладывают годы разработки и здесь это будет сразу по одному клику то же самое сейчас делает google и экосистема tooling around the fire is growing some part of it open source some part is commercial it's very important that it's growing у вас будет выбор что делать мы называем это fire driven разработка мы разрабатываем системы сразу стартуя с fire это немножко вас замедлит поначалу потому что вместо того чтобы взять первую ad hoc модели покрыть свой use case быстренько вам придется немножко подумать пообщаться в fire community и определиться но long term это вам поможет допустить меньше ошибок кто вот пытался делать системы и честно признается что ошибся много раз в моделировании health city и мы пытаемся делать абсолютно разные системы на основе fire и тем самым доказать эту гипотезу мы делаем миссы и чар мы делаем телемедицину мы делаем дата аналитику и пока все получается so fire is able to serve for these domains as a foundation as a heart of this system но как только вы начинаете использовать fire как внутренний API как внутренняя модель перед вами встает ряд вопросов ряд вызовов so when you start using fire as internal model you have a set of challenges because that's ok if you just for intercommunication I don't know ok let's start this way fire закрыт относительно ресурсов вы не можете добавлять новые ресурсы so fire is closed about resource types это сделано осознанно чтобы люди шли в комьюнити fire и вносили эти ресурсы и договаривались по поводу их но если мы говорим про коммерческую разработку это вас не должно как бы вот этот момент как раз становится уже проблематичным потому что вы не хотите ждать следующей версии стандарта чтобы сделать там свою payment систему или еще что то поэтому вам нужно уметь добавлять новые ресурсы вот fire есть модель расширения ресурсов но она немножечко сбоку и поэтому когда вы пытаетесь посмотреть глазами расширение fire как бы глазами внутреннего разработчика им это не очень понравится они захотят иметь passion.race they want the encounter coverage то есть вы хотите атрибуты в ресурсах иметь такие как свои атрибуты иметь такие же как fire-овские атрибуты and this is a discussion this is topics for discussion which we want to discuss with the fire community with you и это проблемы которые у вас возникают также когда мы пытаемся на файле собрать полноценную систему возникает еще множество множество вопросов как ограничить доступ к этим ресурсам как грамотно расширять API как бы этих вопросов много они достаточно интересные и могу сказать что у нас получается решать и возможно у вас тоже получится поэтому можно попробовать fire-first подход another problem with fire the fire is designed like rest API it's a client server communication fire создан как на основе rest API где у нас есть клиенты server it works very well when we have the client with the temporal state so that all the data on the server some client just appear take some data from the server and put data on the server то есть это все работает прекрасно когда у нас есть клиент и сервер все данные лежат на сервере у нас запускается какой-нибудь мобильный клиент получает данные с сервера что-то делает сохраняет на сервере все прекрасно но это не работает когда мы пытаемся интегрировать два системы потому что rest API не очень хорошо для интегрирования системы системы and that's another challenge это другой вызов над которым мы работаем когда мы пытаемся интегрировать две системы между собой представьте два миса там или какой-нибудь централизованный репозиторий и мисы и здесь rest API работает не очень хорошо и мы с fire комьюнити внесли свое предложение по более глубокой интеграции на основе transaction log это что я хочу с вами обсудить потом в следующей комнате есть также направление в файере которое занимается сабскрипшенами когда вы на сервере можете подписаться на интересующие вас события и это до сих пор нерешенный вопрос потому что my opinion that system to system integration the messaging paradigm is better than rest API другой момент большинство современных коммерческих и некоммерческих API построено поверх JSON более того сейчас мы имеем интересную поддержку JSON в базах данных в различных инструментах и это приводит нас к тому что JSON is very important in fire and I think it will be more important in the future поскольку современный веб построен сейчас вокруг JSON XML is dead so and we need to design the JSON I think better in fire and please join and discuss it with us yeah and I predict in future there will be a lot of questions about this на самом на самом деле да вызовов очень много становитесь частью сообщества участвуйте в этих обсуждениях влияйте на fire я могу честно сказать что вот мы подсоединили сообщество и нам много на что удалось повлиять то что нам не нравилось мы начали обсуждать мы подсоединились к Нактатону достаточно сложно людям доказать нужно правильно изложить свои мысли но это возможно то есть you can be part of community you have to bring your ideas and prove it и что-то среднее из этого получится возможно даже лучше чем то что вы предлагали enjoy the fire starter я вас умоляю не сидите просто не слушайте идите и общайтесь друг с другом с нами с ллойдом с грэмом это то ради чего мы сделали этот fire starter все можно обедать